Новости Япония планирует предоставить сумму в 4 миллиона долларов как безвозмездную помощь для разрешения проблемы африканских и ближневосточных мигрантов, которые устремляются на европейский континент. Часть средств направят в помощь Ливану, который разместил на своей территории 1 миллион сирийских беженцев. Остаток финансовой помощи отдадут по каналам ООН и Красного Креста. Выделенная помощь со стороны Японии имеет экстренный характер. С начала этого года в ЕС приехало примерно 500 тысяч беженцев, и этот поток не прекращается. Как сообщили, что современный миграционный кризис следует рассматривать как наиболее серьезный со времен Второй мировой войны. В сентябре текущего года в России продали более 11 тысяч моделей Hyundai Solaris на 10% больше, чем в прошлом году. Компания отмечает, что этот автомобиль установил абсолютный рекорд продаж за месяц среди моделей иностранных брендов на российском рынке. Всего в прошедшем месяце компания Hyundai реализовала в России более 15 тысяч новых автомобилей, на 20% больше показателя августа текущего года. Папа Римский Франциск во время своего визита в США встретился с Ким Дэвис и призвал ее оставаться сильной. Частная встреча между понтификом и Ким Дэвис, госслужащей из штата Кентукки, которая была заключена в тюрьму за отказ регистрировать однополые браки, имела место в Вашингтоне в Ватиканском посольстве 24 сентября, вскоре после того, как Папа Римский обратился к Конгрессу. Представитель Ким Дэвис сказал, что чиновники из Ватикана хотели избежать огласки состоявшейся встречи во время визита Папы Римского, чтобы эта новость не сказалась на его публичных заявлениях. Так что Папа Франциск в данном случае повел себя вполне в духе традиции Ордена Иезуитов. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 16 октября в 1758 году родился Ноу Уэбстер, лексикограф-языковед, составитель американского словаря английского языка. В этот день в 1813 году родился Йоганн Ронге, основатель немецко-католической церкви. В 1921 году родился Анджей Мунк, один из наиболее ярких представителей польской школы кинематографии. 16 октября проходит Всемирный день анестезии, в США – День босса, а в Армении – День армянской прессы. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.